В воскресенье на Красной площади раздавались звуки множества гармоний. Съемочная группа Первого канала несколько дней провела в Чувашии. Что заинтересовало наших коллег, узнаете в следующем репортаже. Чебоксарский залив стал местом съемки программы Первого канала «Играй гармонь». Даже такие опасные тучи, ветер и периодические проливные дожди не повлияли на настроение участников. Более 10 творческих коллективов создают уникальную атмосферу прямо на площадке. Живые, искренние, энергичные. Даже под прицелом камеры именитого режиссера наши земляки остались верны себе. Ни фальши, ни волнения, только чистая творческая энергия. Казалось, что в одном месте сконцентрировалась вся культура чувашского народа. Столичным гостям удалось отснять заветные кадры в перерывах между дождями. Сама природа пошла им навстречу. По-моему, вот тучи сейчас уплыли, да? Мне кажется, наше настроение поднимается наверх к небу, да? И там, видите, солнышко уже появляется. Тучи уходят, уходят от нас, потому что они нас поддерживают. «Играй гармонь» в Чувашии снимают впервые. И это не случайный выбор. Анастасия Заволокина, директор и ведущая программы, продолжает дело своего отца. Еще при жизни он хотел увидеть красоты чувашской земли и рассказать миру о душе гостеприимного народа. Наш отец мечтал сюда приехать. Ему всегда нравился и национальный костюм чувашей, и нравилась музыка, и вот эти барабаны, эти задорные гармонии. Но я думаю, что сейчас какая-то и мечта, и воля Божия, если хотите, исполняется. И происходит важный момент, потому что этот момент ждали многие. И чувашские гармонисты, пивуны, плясуны, песенники, и частушечники, и мы. И вот действительно на сердце радость. Ансамбль гармонистов «Фортуна», фольклорные ансамбли «Уяв» и «Реветь» – песни в исполнении этих и других коллективов в скором времени услышит вся Россия. С оркестром мы играем чувашскую плясовую и три татушки. Наши песни, они в основном, конечно же, как у всех, про родственные отношения, про любовь, про дружбу. Мы сегодня исполняем чувашские частушки, самые наши любимые. В силу народной песни Анастасия Заволокина верит безоговорочно. Ты понимаешь, что за тобой, за тобой стоит вообще вся вот эта мощь, все наши бабушки, дедушки, прадеды. Как они пели, как они этим жили, они так же любили, так же страдали, так же молились Богу, как мы сегодня просим о чем-то, помоги нам Господи. И вот эта сила, а это же все выражалось, они же жили, остается-то нам что от них? Песни. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика.